Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, я слышу вас. Хорошо, уважаемый господин Пскандр Коборович, очень рад вас видеть. Я очень благодарен за согласие моего предложения в онлайн-встрече. Я хотел сегодня обсудить ситуацию пандемии COVID в Монголии. В связи с этим я хочу обратить ваше внимание на положение в группе повышенного риска, точнее тех госуслужащих, которые работают на периодовых карантинных мероприятиях. Как представитель постоянного комитета парламента Монголии по госустройству, я обязан принимать все необходимые меры по оказанию поддержки госуслужащим. Под группой повышенного риска понимаем медицинских работников, полицейских, сотрудников национальной комиссии по МЧС, государственные специнспекции. Наверное, вы понимаете. Поэтому я хотел бы поговорить с вами о возможности поставки вашей вакцины от COVID. В первую очередь легких госуслужащих, которые относятся к группе риска. Надеюсь на положительный отзыв российской стороне на нашу просьбу об оперативном представлении 20-тысячной дозы вакцин в Монголии. Уверен, что ваш авторитет и ваши оперативные содействия помогут ускорению поставки первой партии вакцин в страну. Готов услышать от вас любые продуктивные идеи, такие как, во-первых, иницитировать двухстороннее согласование закупки вакцин, во-вторых, прямые контакты с российскими организациями-процветителями вакцин, совместный поиск программ коммунитарной помощи странам с низким уровнем развития с целью изготного и быстрого доступа к вакцинам COVID. Я хочу услышать господин посол ваше именение и ваше совет на эти темы. Спасибо. Что касается возможностей Российской Федерации по поставкам в зарубежные страны вакцин российского производства от COVID, то ситуация у нас заключается в следующем. Примерно два месяца назад мы получили через МИД Мангурии запрос на возможность поставки 1 миллиона 960 тысяч доз вакцины от COVID производства нашего института имени Гамалей. То есть речь идет о вакцине, вернее в то время шла о вакцине спутник В. Спутник В, как вы знаете, прошел два этапа клинических испытаний, успешно завершается последняя, третья фаза испытаний. Он у нас сертифицирован Министерством здравоохранения Российской Федерации. На тех тестовых группах, которые уже прошли испытания на третьем этапе, вакцина показала 95% эффективность. Не так давно глава Роспотребнадзора госпожа Попова Анна Юрьевна ответила на этот вопрос. Различные вакцины могут быть использованы для различных категорий населения. Есть люди, которые страдают определенными заболеваниями. Например, они обладают аллергическими реакциями на то или иное вещество, химическое. Есть люди, которые подвержены определенным заболеваниям. Поэтому эти вакцины должны покрыть, в принципе, вот эти три плюс одна, четвертая, покрыть все потребности всего населения Российской Федерации. Ну а если Российская Федерация, то это практически всего мира тоже. Я имею в виду различных категорий людей с различными отклонениями от нормальных стандартов здоровья. Вот примерно так у нас выглядит ситуация с вакцинами на настоящий момент и с поставками за рубеж. Арфей, спасибо вас. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго, да.